Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, на канале у которой вчера вышла очередная зарисовка, посвященная Люде Флориде Ялти, а также скажем несколько слов и о самой Люде Флориде Ялти, посмотрим, как она отреагировала на выходку Лены Хэппи. Итак, Лена Хэппи, вторая серия нашумевшего сериала слово в слово. Да, у нас была надежда на то, что вторая серия будет повеселее, поостроумнее, потому что если мама Галя это все-таки начинающий блогер и пародировать ее, наверное, сложнее, потому что мы не так давно за ней наблюдаем, очень сложно передать ее интонации, очень сложно как-то войти в образ персонажа, то Люду Флориду Ялту мы все знаем давно. Это прабабушка русскоязычного интернета, молодая, стройная прабабушка, но тем не менее прабабушка, потому что она была первопроходцем, она была пионером в этом деле, она показывала людям Америку и многие блогеры, которые подтягивались в Соединенные Штаты по образу и подобию Люды Флориды Ялты, тоже открывали свои каналы и до сих пор говорят, что в свое время их вдохновила именно Люда. Поэтому Люду все знают, Люду легко распознать по каким-то вводным словечкам, по каким-то фразам, которые она все время использует, по определенной интонации, и мы надеялись, что Лена сейчас такую юморесочку устроит, что мы все обхохочемся. Вот где будет интересно, вот где Лена проявит свой артистизм и свой талант рассказчика и оратора, но ничего подобного. Опять какие-то заунывные интонации, опять какое-то блеяние, опять беканье, меканье. В общем, очередной провал от Лены Хэппи, хотя в этот раз ее действительно поддержали. В основном те, кому Люда стала поперек горла. Кстати, что касается зарисовки, в ней Лена прошлась по трем основным пунктам, касающимся Люды Флориды Ялты. Первое. Люда Флорида Ялта никогда не поедет в Европу. Я никогда не любила Европу, говорит Флорида Ялта. Никогда туда не поеду. Да, мы видели, как Люда Флорида Ялта путешествует по Европе, но не зашла ей Европа, ей больше нравятся Соединенные Штаты Америки. Мы сейчас еще скажем про путешествия по Соединенным Штатам Америки, когда я буду отдельно говорить про Люду Флориду Ялту в этом обзоре. Второй пункт. Люда Флорида Ялта никогда не проголосует за женщину на президентских выборах. Женщина должна быть под мужчиной, и это ее место. Да, мы все с вами прекрасно помним, как Люда Флорида Ялта признавалась в любви предпоследнему президенту Соединенных Штатов, рассказывала, какой он красавчик, какой он кексуальный, как он ее привлекает как женщину. Ну, такое есть, да. Скорее всего, за женщин Люда не проголосовала бы, потому что ей всегда было проще общаться с мужчинами. В этом Люда тоже призналась. Ну и третий пункт касается Роберта. Роберт самый хороший, лучше Роберта никого нет. Да, Роберта недостаточно нам показывают на канале непосредственно самой Люды Флориды Ялты, но я так понимаю, что он не любитель мелькать в видео, он не любитель позировать, поэтому Люде Флориды Ялты приходится его как бы выхватывать по кусочкам, фиксировать его как бы по кусочкам. Он иногда попадает в кадр, но так было изначально. Я помню, когда Люда Флориды Ялты только начала встречаться с Робертом, она тоже показывала нам его по частям. Вот рука Роберта, вот нога Роберта, поэтому тут ничего не изменилось. Вот по этим трем основным пунктам прошлась Лена Хэппи, но прежде чем мы поговорим непосредственно уже о Люде Флориде Ялты, хочу лишь сказать, все, что сейчас делается на канале Лены Хэппи, наводит на одну мысль. Что-то у Лены неладное творится в жизни. И судя по тому, как иррационально она себя ведет, какие иррациональные решения она принимает, мы можем предположить, что что-то в ее жизни снова пошло не так. Что-то там снова сработает, потому что уж очень активно Лена отвечает на комментарии под своими видео посреди бела дня в течение рабочего дня. Уж не выгнали ли ее снова с работы? Но если бы ее поперли с работы, то мне кажется, она тогда должна была тем более активничать на Ютубе, потому что это все-таки какой-никакой, но заработок. Плюс, что там творится с Селимом, потому что любовь любовью. И Лена в прошлом своем прямом эфире, в последнем своем прямом эфире сказала, что с Селимом у нее все прекрасно, он ее единственная надежда и опора в этой жизни, он смысл ее жизни, он заходит в чат и ставит смайлик, и жизнь ее озаряется. В общем, Лена счастлива в своем браке, но для того, чтобы им воссоединиться, им, естественно, нужно подать документы на воссоединение, то есть документы на визу супруга, и я думаю, что Лена подала эти бумаги. Тем не менее, за это время ей нужно собрать кое-какие документы, в частности, документы о налогах и документы о доходах, которые Селим должен будет на интервью предъявить в посольстве Соединенных Штатов Америки. Часики тикают. Скоро нужно будет предъявлять все эти документы. И если раньше Лена кричала, что у нее доходы намного выше, чем тот минимум, который требует американское государство для получения визы супруга, у нее высокие доходы, то теперь мы видим, что у Лены все проседает. И даже бусики просели. Эдси не хочет возвращать ей деньги. Не говоря уж про Ютуб, потому что она ушла с Ютуба. На что Лена надеется? В данном случае можно надеяться только на то, что кто-то, добрый какой-то дядя, а может и тетя, но в данном конкретном случае, наверное, дядя, потому что надежда у Лены только на Родни. И я даже не говорю сейчас о том, что Родни подпишет бумаги, став вторым спонсором для Селима. А возможно, Лена опять хочет провернуть какую-то схему. Возможно, она хочет, чтобы Родни ее куда-нибудь снова вписал. Она же уже является совладелицей компании, которой принадлежит та квартира, в которой она сейчас живет. Так может быть, Родни как-то отметит в налоговой декларации, что компания это преуспевающая и доходы хорошие. Соответственно, Лена будет предъявлять свои декларации о доходах, опираясь на эту компанию, совладелицей которой официально она является. Я сейчас фантазирую, я сейчас просто прикидываю и представляю, как это все может быть, хотя в каждой гипотезе тоже есть крупица правды, потому что мы основываемся на предыдущем опыте. Мы видели, как Лена могла залихватски обработать Родни. И вполне возможно, что она снова возьмется за Родни, снова подкатит к нему с каким-нибудь очередным бизнес-проектом, если у нее не останется каких-либо других вариантов. В общем, посмотрим, куда Лена вырулит. Пока что на канале тишина, никаких новых обзоров не предвидится, хотя Лену просят сделать обзор, например, на лору USA. Да, многие хотят, чтобы Лена высказалась и сделала юмореску на лору USA, но я так понимаю, что успех в кавычках первых двух серий Лену не вдохновил, поэтому она не будет больше записывать. Лучше бы, как правильно предложил Саша в белых штанах, Лена дописала бы роман Джованни. Вот это мы бы с удовольствием послушали, мы бы с удовольствием обсудили, тем более, что это автобиографический роман, на многое стало бы понятно. И в то же время Лена всегда слегка нас смогла бы опровергнуть, потому что чисто формально это роман, то есть это вымышленные персонажи. Даже если роман автобиографический. В общем, посмотрим, что Лена придумает и как дальше она будет развивать свой канал. Ну, а что касается Люды, Флориды, Ялты, то особой реакции от Люды на зарисовку Лены Хэппи мы не услышали. Люда сказала, что ей не хочется по этому поводу вообще распространяться, потому что Лена больная на голову, и говорить о ней совершенно не хочется. Там ведь проблемы налицо. И эта Хэппи не ведает, что творит. Хай живет безмятежно. Вот такое было заключение Люды, Флориды, Ялты. Тем более, что люди самой до себя. У Люды такая интересная жизнь. Она просто грезит тем, чтобы поездить по Соединенным Штатам Америки в домике на колесах. Вообще, как по мне, то у Люды, Флориды, Ялты, самые интересные видео на канале, это как раз видео про то, как Люда, Флорида, Ялта путешествует в домике на колесах. Причем самое интересное там не те места, которые она посещает. На словах, да, на словах Люда так описала Аризону, так описала Юту. Какие там пейзажи, какие там горы, какие там скалы, какие там пустыни, а свет какой. Какие восходы, какие закаты, это вообще инопланетные какие-то пейзажи. Но факт тот, что Люда нам эти пейзажи толком не показывает. В основном, когда Люда путешествует в домике на колесах, она показывает нам просто вот как она едет. Дорога, дорога, дорога. И стоянки, на которых Люда разбивает лагерь, достает примус, начинает в машине же прям готовить. То есть она раскладывает как-то сидение, переоборудует часть машины в такую спальню, что ли можно назвать даже. То есть мне вот это больше всего интересно в путешествиях Люды, Флориды, Ялты. Как она может одним ловким движением руки переоборудовать свою машину. То есть то это у нее, например, спальня, там матрасики, там она возлежит, там она спит. Днем она все это переоборудует, например, в столовую. Тут же устанавливает примус, тут же достает сковородки, что-то там жарит, парит, ест какие-то бутербродики, запивает все это. И любуется природой, любуется тем, что ее окружает. Мне вот это нравится у Люды больше всего на канале, смотреть вот как она в этой машине все устроила. А нравится мне это не потому, что я тоже так хочу, а потому что я вижу, что ей в кайф. По ее поездкам в Европу понятно, что ей все это не нравится. Ей все это в тягость. Нужно где-то шататься, где-то болтаться вокруг люди. Нужно спускаться в это ужасающее метро. Нужно покупать какие-то билетики. То холодно, то жарко, то страшно, как, например, в Марокко, да? То некрасиво, то грязно, то шумно. Все не так, все не эдак. А в Соединенных Штатах ее все устраивает. Села в машину, рядом никого нет. Едешь по этим бесконечным дорогам часами, днями, неделями. Приезжаешь на какой-нибудь пустырь. Засела, машину повернула таким образом, чтобы можно было наслаждаться небом, пустыней, морем. Легла, начался шторм. Дождь бьет по машине. Тебе приятно. В общем, короче говоря, вот это действительно счастье для Люды Флориды Ялты. А что там Европа? Хотя, я так понимаю, Люда Европы-то не знала. Она вот такими наездами же только всегда бывала в Европе. У нее были там перебежки между круизами. Мне кажется, у Люды было бы другое представление о том, что такое Европа, что такое Франция, если бы она действительно встретилась бы, например, с той же Кристиной Никодимус. Кристина Никодимус сейчас очень активно участвует в прямых трансляциях Люды Флориды Ялты. Пишет там у нее под видео, и они начинают общаться, эти две женщины. Так вот, Кристина Никодимус могла бы, например, пригласить Люду Флориду Ялту к себе в гости, когда Люда Флориды Ялта бегала по Франции и не знала, куда приткнуться. Вот это было бы интересно, тем более, что Кристина Никодимус очень хлебосольная. Она любит принимать гостей, места у нее много. Тем более сейчас она вообще на больничном, если вот так бы совпало, да, была бы очень интересная коллаборация. И таким образом американские блогеры, которые в основном всегда боятся Европы, чураются ее, считают Европу некомфортной, какой-то замызганной, где все не для людей, где очень плохой сервис, где нет кондиционеров, где везде нужно ходить пешком. Могли бы по-другому посмотреть на Европу благодаря вот друзьям или коллегам оттуда, с того места, куда они приехали и где им не особо нравится. На будущее нужно взять себе на заметку. Вот блогеры должны взять на заметку себе такой вариант, да, такую коллаборацию. В общем, у Флориды Ялты далеко идущие планы. Она покупает новую машину, которая будет побольше, так что Люда Флорида Ялта сможет действительно там прям организовать квартирку, такой домик на колесах. Как говорит Люда Флорида Ялта, это целое движение, Америка на колесах, она примкнула к этому движению. Вся Америка сейчас на колесах, говорит Люда Флорида Ялта. То есть девиз «Наш дом там, где мы припарковались, домик с собой как улитка возишь». То есть куда ты, туда и домик за тобой тянется. Люду тяготит оседлый образ жизни. Вот она сейчас в своем доме во Флориде, да, но она уже себе не находит места. Она утром просыпается. Один и тот же задний двор, одни и те же деревья, одни и те же комнаты. Ну, уже хочется куда-то вырваться. По молодости лет Люда взбиралась на крышу, например, да, или сидела на дереве, как в детстве. Ей это очень нравилось. Ей вот нравилось оторваться немножко от земли. Вот эта вся приземленность, это вообще не для Люды. Ну, это чувствуется в ее характере. Она все время не находит себе места. У нее куча всевозможных проектов. И, кстати говоря, несмотря на то, что Люда стройняшка, она планирует еще похудеть килограмм на восемь. То есть это сейчас такой сквозной лейтмотив на Ютубе. Все наши блогеруни любимые дружно худеют и делятся опытом. Что ж, пожелаем им в этом деле и в этих начинаниях удачи. На этом нелегком пути, как говорится. Ну, а у меня все и по Лени Хэппи, и по Люди Флориде, Ялте. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, то, пожалуйста, пишите, делитесь. Мне всегда очень интересно читать ваши комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.